Обратно, иннорационная сила земли, Марсель Ишмуратов, Академия МЧС России. Ну, дорогие друзья, я много раз у вас уже выступал, делал доклады. Сами знаете, что доклады были, может быть, для кого-то неинтересными. Это, для примера, скажу, что землетрясение жизни я делал доклад, потом делал доклад о Нобелевской премии, делал доклад. Естественно, в то время у меня было, можно сказать, даже отчаянное, отчаяние было. Почему? Потому что я сам чувствовал то, что вот то, что я именно занимаюсь исследованием, она очень для меня интересна. Но многие ученые недопонимают вот этого, то, что она очень необходима на сегодняшний день. Почему? Потому что я говорил уже в тот раз о том, что если, например, меня ученые поймут, и действительно, примерно на 30-40% может измениться вся физика Земли. И, например, первые отчеты при каких-то происшествиях начнут именно с исследований и вычислений гравитационной силы Земли, а потом только исходя из этого уже начнут уже дальнейшие исследования именно о аномальной юридии или, например, какого-то происшествия в виде, например, волны, волны убийцы и так далее. Вот сейчас я бы хотел бы что именно сказать. На сегодняшний день я очень рад тому, что четверо ученых Москвы, это Мельников Владимир Павлович, Академия Айпан, потом, кроме этого, Бутузов Санислав Юрьевич из Академии МЧС, взялись за мою работу и увидели в моей работе то, что обратная инновационная сила действительно, она существует. И в результате именно этого существования она может дать действительные изменения, дальнейшие изменения физики Земли и так далее. Ну, почему я вам привез сюда глобус, в дальнейшем чуть-чуть покажу, я объясню, почему принят глобус. Но вот смотрите-ка, вот таблица, например, то, что именно количество торгода, происходящее в районе Бермудского треугольника. Смотрите-ка, январь месяц – это ноль, и вот второй месяц – один, март месяц – один, четвертый месяц – иногда ноль, это бывает, а пятый месяц – это май – десять, шестой месяц – июнь – сорок одно торгода, ураган – это примерно расчет из числа примерно за десять лет, среднеарапевтическое. Потом восьмое месяц – июнь – месяц – сорок шесть, например. Вот, потом август месяц – сорок два урагана, и сентябрь месяц уже происходит наибольший прогрев зеркала воды, и в результате, смотрите-ка, двести шестнадцать – самое большое количество торнадо-ураганов в районе Бермудского треугольника. Представьте. Сами, вот, в дальнейшем уже, в десятом месяце уже идет на уменьшение на спад, сто сорок шесть, двадцать девять, и вот, в декабре месяце доходит только до четырех. Давайте-ка дальше посмотрим. Вот я говорил об этой схеме, я рассказывал о том, что вот, например, линия экватора, то есть гироскоп земли, вот земля, вот районе экватора, у нас, мы ставим на Вакуину, воронки нету, малейшее отклонение всего лишь на три метра появляется вращательное движение воды, именно спирали. Все булсариныны по часовой стрелке, это вот здесь вот, а в юмпулсариныны, наоборот, по часовой стрелке. И вот смотрите-ка, что происходит. В дальнейшем я уже показываю, уже конус воронки вот на вот это вот именно, вот это именно сорок пятый градус широта, а наша Москва находится примерно в 56-м, в 56-й градус широты, правильно, да? И в результате именно вот они, какие воронки, в районе нашей Черноморской обережи, а вот уже южнее как раз, уже Черноморской обережи, они гораздо уже, но здесь скорость вращения гораздо выше. А оказывается, что придает скорость вращения именно воронки? Скорость вращения воронки, оказывается, придает само вращение земли. И чем больше скорость вращения земли, больше аккваторов, тем мощнее воронка, тем мощнее тормоз ураган. Чем сильнее, тем она уменьшается, и вот в Северной Польше, например, практически подходят к нулю. Я бы хотел именно остановиться на обратной инвестиционной силе. Вот я создал за период, как говорится, ковида, создал интересную работу, которая называется обратная инвестиционная сила. И давайте-ка рассмотрим именно, что происходит в результате обратной инвестиционной силы. Смотрите, как земной шар вращается на восток. В результате на земле, например, я вращаю глобус. Вот обыкновенно глобус вращает. Смотрите, как. Вот он, глобус. Я ее вот в таком виде держу специально для вас. Вот в таком виде я ее постоянно вращаю. И смотрите-ка, обратите внимание, интересно еще. Это то, что именно вода в океанах, она сдавливается к материкам. К материкам сдавливается. И именно вот эта сторона глубже, а в этой стороне именно материков отлив. Вот, например, смотрите-ка, то же самое происходит и в Индийском океане. Вот, например, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Смотрите-ка, вот два материка, Северная Америка и Юная Америка. В результате между... Вот он, экватор, экваториальная зона. И вот именно вода Атлантического океана, смотрите-ка, она попадает в капкан между двумя материками. В капкан между двумя материками. Из-за того, что она попадает в капкан, она начинает мощным образом вращаться. И вот это место именно, оно практически на земле, может, даже единственное место. Понимаете? Если, например, для примера говорю, если, например, американцы, например, отпустят воду, давление воды с Бермудского треугольника, то это может произойти, как говорится, непоправимое. То, что, например, на земном хоре может произойти оборот воды и давления, и в результате наш Сахалин может сдавиться. Ну, в Тихом океане тоже самое происходит, смотрите-ка. Вот этот берег, он более мелкий, а вот здесь уже темнее, темные полосы, смотрите-ка. Здесь гораздо глубже, и именно Тихий океан сдавливается к берегам Японии и берегам нашего Сахалина и Китая, как говорится. Вот к этим берегам она сдавливается. И именно вот обратная инновационная сила, это как раз-то и есть вот эта сила, понимаете? То, которую на сегодняшний день ученые не увидели. И то, что именно на сегодняшний день есть разные виды глобусов, для примера, да? Глобус, например, типа направлением течения вод в Мировом океане, потом глобусы есть с рельефом местности, сейчас уже появились глобусы, когда на материках именно возвышенности показаны. Но на сегодняшний день нету в мире ни один ученый еще не создал глобус, который именно был бы с влиянием обратной инновационной силы. Почему? Потому что земной шар, извините, постоянно вращается. И из-за вот этого изучения я на сегодняшний день уже вижу практически все течения, рассчитываю все течения вот в Мировом океане любой точки зрения. Давайте вот, например, рассмотрим, вот для примера северного полюса. Вот я специально к вашему лицу, как раз, поворачиваю и начинаю вращать землю. Смотрите-ка, вот это вращение именно вот этого глобуса и дало мне знание к этой обратной инновационной силе. Вот давайте-ка, что именно сделано схематически? покажу в обратной инновационной силе. То, что именно ученые признали на сегодняшний день этой наукой, не только я им... Они признали меня, это открытием признали. Я говорю медику Владимиру Павловичу, доктору науку, говорю, Владимир Павлович, вы поймите правильно, вот это именно открытие, оно мирового масштаба, говорю Владимир Павлович. Но Владимир Павлович мне лично ответил, и это, как говорится, можно даже подтвердить его слова. Он говорит, это не только мирового масштаба, это вселенского масштаба. Почему вселенского масштаба? Да потому что именно все планеты, Сатурн, другие-другие планеты, то же самое имеют круглую форму и то же самое вращаются вокруг своей оси. Вот я сейчас покажу именно сдавливание на схеме. Здесь, вот я сделал, смотрите-ка, примерный разрез земного шара, вот так сделано, конечно, немножко исходилось на другом компьютере. Извиняюсь, конечно, за это, немножко неполадки, но здесь, что же, так сделать, так. Вот, смотрите-ка, я здесь показываю обратную инновационную силу, стрелками давления. И, кстати, в воздушной, помимо воды, в воздушной массе происходит то же самое. В воздушной массе в эфире происходит то же самое. Почему я говорю? Да потому что Алинин ученых, немецкий ученый, он доказал о том, что 9 месяцев в году ветер дует с востока на запад. И я считаю, что именно на сегодняшний день действительно, если же этот ветер гравитационную силу Земли пересилит, то тогда только она перенаправляется. Понятно, да? Перенаправляется ветер. Еще раз говорю. Именно поэтому-то и земной шар, он имеет мощное влияние. Смотрите, как для примера, даже давление человека, даже, например, левша-правша при рождении. И поэтому-то я хотел бы попросить вас, ученых, тех, кто, например, занимается близко к моей науке, подключиться к моей науке. Почему? Потому что вот в этой книге на сегодняшний день именно большое количество открытий и в других направлениях тоже. Не помимо того, что физика Земли, но и в других направлениях. В медицине, в растении. И вот в растениях то же самое, которое вращается в земляную поверхность. И так далее. Так. Хотел бы еще поднимать и показать ему часовые пояса. А вот вот схема. Давайте-ка вот эту схему рассмотрим. Смотрите-ка. Вы понимаете о том, что вот, например, я в первую очередь нарисовал идеальный круг Земли. Например. для примера, идеальный круг Земли сделал. Вот эти вот места именно, это материки. Это материки. Вот это самое длинное. Это тещи океан. И смотрите-ка, что происходит. Из-за вращения Земли что происходит? Происходит, это то, что вот, например, смотрите-ка. Идеальный круг Земли это как раз отлив и давление на побережье. Западную часть побережья. Здесь опять-таки, смотрите-ка, вот Тихий океан, то же самое. он ниже идеального круга Земли и примерно в середине он выходит выше и здесь опять-таки тоже происходит давление. Если же, например, действительно буду изучить подробно это явление, то можно будет заблаговременно предсказывать торнадо урагана. Заблаговременно предсказывать именно почему? Потому что сами знаете о том, что, например, волна убийцы, например, двигающаяся с океана, она может двигаться часами. Например, от, сейчас скажу, от Индии до побережья Африки и Суматры волна убийцы двигалась 6 часов. А извините меня за 6 часов. Если животные, они почувствовали и ушли в гору, ушли, а мы же, люди, это не почувствовали и в результате, как говорится, в тот раз я рассказывал, то, что 250 тысяч и 300 тысяч человек погибло на земном шаре только за одни сутки. Вот такое произошло. Чтобы этого не произошло, можно будет заблаговременно предсказывать. Ну и хотел бы что еще сказать? Именно вот это явление является вот это именно является открытием на сегодняшний день. Открытием мирового масштаба. Ну, что хотел бы сказать именно о воронках. О воронках я уже много, наверное, рассказывал о том, что, например, вращение воды, когда, то есть, вращение воды это одно дело, а другое дело то, что обыкновенные ракушки этот имя стираль имеют по направлению против часовой стрелки с места ее рождения. Потом, кроме этого, имеется именно а в южном полусарии земли оно имеет наоборот. Ну и, например, левша, правша, о которых говорил. Если, например, говорить о рассуждении ученых о том, что, типа того, что, например, почему человек ходит по одному и тому же кругу, одна нога длиннее, другая короче. Нет. Вот это совершенно на сегодняшний день не то, что я вот это изучаю. Совершенно неправильное. Почему? Потому что, если бы одна нога длиннее была бы, другая короче была бы, он просто хромал бы, понимаете? А здесь именно оказывается гравитационная сила земли создает наклонную плоскость человека и из-за этого именно земная поверхность постоянно вращается и из-за этого создается вращение человека. Спасибо за внимание. Очень увездано. Спутники летали и в районе Мермудского треугольника обнаружили такую впадину. Ну, геометрическую впадину. Вы про это знаете? Да, об этой впадине именно я знаю. Ваши имеющие имена ведь, пожалуйста, ситуация. Да, смотрите-ка, какая ситуация. Супаилович. Смотрите-ка, смотрите-ка, какая ситуация. Смотрите-ка, какая ситуация. Смотрите-ка, впадина. Вы говорите о впадине. Да, действительно, впадина она имеется. Почему? Потому что вот направление течения, вот в мировом оке, вот она. Оно вращается в виде воронки. А вы знаете о том, что именно любая воронка делает впадину. Да. И именно вот в этой впадине и собирается на сегодняшний день экологический перс, это в виде мусора. Слышали, наверное, об этом, да? Ну, с мусором там вообще такой путь, плюс, 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 смотрите-ка, в Тихом океане. Вот, вот он Тихий океан. Смотрите-ка, то же самое я определяю. Вот это, вот это вращение воды Тихого океана в северном Бухарии, а в южном Бухарии, именно, вода вращается наоборот. И именно вот в этом месте опять-таки создается впадина, которая равна 600 метрам, уважаемые, 600 метров. И в результате именно там накапливается опять-таки экологический мусор, и он постоянно вращается. Ну, и потом то же самое в Индийском океане. Индийский океан, он интересен, с чем? Интересно, чем я являюсь. Смотрите-ка, я, например, вижу на сегодняшний две шестеренки, воронки. Вот, например, в виде экватора вода вращается пучцевой стрелки, а в южной части именно Индийского океана там вращается вода наоборот. И смотрите-ка, две разные шестерни получаются, обыкновенные конические шестерни. Это вращение малых и да, и вращение большого, смотрите-ка. И в результате именно вот это большое вращение, если же сами знаете о механике, то вращение создаёт мощное вращение. В шестернике вращается очень большой скорость. И вот именно вот в этом месте происходит большой бум. Это просто не вижу. Это что? Это район Индийского океана. А, Индийского океана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok